США внесли проект о новых санкциях против всех госкомпаний России. Нефть подела своим максимумом с 2013 года 118 долларов за баррель. Коронавирус победили, ура, отменяют QR-коды в Москве, Сочи и много где еще. В Госдуму внесли поправки уголовной ответственности за фейки в СМИ о военных. А еще в Госдуму ввели законопроект о призыве на военную службу в Донбасс. Лиц, которые привлечены к ответственности за участие в незаконных акциях против использования вооруженных сил за рубежом. Вот такие интересные новости сегодня с вами будем обозревать. Рад всех вас приветствовать. Бодрого начала дня. Энергичного. Давайте посмотрим, что у нас происходит на рынках. Российский рынок замер. Ждет своего часа. Счастливого. Американский рынок в боковом тренде. Ничего особо интересного. Нефть. Вот они ее пики. С февраля 2013 года. Собственно уже все ближе, ближе, ближе к самым максимумам. В свою очередь доллар бьет рекорды. Был где-то под 110. Сейчас вот чуть меньше. Евро. Биткоин. Биткоин 42,620. Ну а коронавирус отзывает свои бактерии и прекращает работу в России. Ура. Победили. Все. Никому не интересен. Куар-коды отменяют. Тренд поменялся. Давайте перейдем к новостям. Прежде чем перейдем, напомню еще раз. Сегодня у нас в пятницу финальный день, когда можно присоединиться к инвест-клубу. Вчера два часа очень подробно разбирали текущую ситуацию и вопросы, куда инвестировать деньги. Разобрали массу вариантов. Недвижимость, фондовый рынок, валюту, автомобили, ну еще целый ряд проектов, точечные инвестиции в бизнес. Если сможете, то обязательно этот выпуск посмотрите. В нашем инвест-клубе «Финанс-1» можно присоединиться под видеоссылка и там в личном кабинете будет видеозапись на вчерашнем вебинаре. И там же в закрытом чате позадаете вопросы. В Конгресс США внесли проект о санкциях против всех госкомпаний России. «Газпром», «Ростнефть», «Русатом», «Аэрофлот», «Раша Тудэ» и так далее. Все, так как они финансируют политику и военные усилия Владимира Путина, то они все подлежат санкциям. Россиянам предложили предоставить кредитные каникулы до конца сентября. Вот такую благую новость внесла Госдума, новый законопроект. Однако, по аналогии с тем, как это проходило в ковидный кризис, вот эти самые кредитные каникулы, хотя по идее они не считаются просрочкой, банки часто начинали в историю кредитную вносить как просрочку. Поэтому имейте в виду эту тонкость. Вот если вы делали кредитные каникулы себе, то уточните, пожалуйста, вот у вас как произошло, отразилось ли это на вашей кредитной истории или нет. Жесткая новость прям вообще досталась кое-кому. Международная федерация кошек в связи с ситуацией в Украине вела ограничения для российских кошек и их владельцев. С 1 марта, дальше цитата, ни одна кошка, выведенная в России, не может быть зарегистрирована в родословной книге. Кроме того, такие кошки, которые принадлежат россиянам, не могут участвовать в выставках. В общем, кошкам не повезло. Пошло по нисходящей. Начали с санкций для государства, потом для олигархов, потом для спортсменов, теперь для кошек. Куда дальше дойдет? Надо гадать. Вклады в Сбербанк по повышенным ставкам за два дня составили 1 триллион рублей. Тут же все вернули обратно. То, что панически снимали, теперь панически вернули. Мы на самом деле, вот кто будет смотреть в Инвестклубе, обсуждали этот момент со вкладами. Будьте аккуратны. Оно звучит все красиво, но доверие на самом деле к банкам, скажем откровенно, несколько, не даже не к банкам, а к поведению государства, к деньгам людей, мягко говоря, может быть подорвано. И свои риски здесь тоже есть. В первую очередь это риск блокировки того или иного рода, что деньги у вас там будут, а использовать их будет так или иначе нельзя. В Госдуму внесли законопроект о призыве на Донбасс, привлеченных к ответственности за антивоенные санкции. Ой, акции, прошу прощения. Депутаты от фракции ЛДПР хотят, чтобы на службу в Донбасс призывали людей, которых привлекли к ответственности за то, что они участвовали в несанкционированных мероприятиях, но митингах прежде всего, против использования вооруженных сил за рубежом. Вот так. То есть те, кто против, тех собственно туда и отправить. Вот такой гуманный закон предлагается, но наверное он не пройдет, потому что как ответил. Пресс-секретарь президента, что воинская служба не может быть наказанием. Минпромторг предложил повысить планку налога на роскошь для автомобилей. Сейчас налог на роскошь с 3 миллионов. Предложили сразу до 10 поднять. Наверное надо ожидать, что вскоре Лада Гранта будет стоить десяточку миллионов, чтобы как раз это не считалось роскошью. А АвтоВАЗ тем временем останавливает сборку Лада в Тольятти с 5 марта. Как они говорят, это никак не связано с текущими событиями. Чистые случайности и совпадения. Министр нефти Ирана рассказал о планах Ирана по увеличению экспорта нефти. Ну собственно они ловят ситуацию. Российская нефть не в почете и хотят отвоевать себе по большую долю. Понятно. Что люди покупают в кризис? Мы провели небольшой опрос. Собрали самые интересные мнения. Что рекомендуют люди покупать из того, что может быть оправданным в период кризиса. Опрашивали тех, кто переживал 98, 2008, 2014 годы. Итак. Мой дед говорил, что в семье всегда должен быть участок, на котором можно вырастить продукты. Это было первое, во что инвестировали родители и ни разу не пожалели. Я сделаю то же самое. Так что вот так можно в участок и на нем себе выращивать еду. Зато будет натуральная, чистая. И вот прокармливать себя, пока не начнется зима. Дальше. Запас продуктов минимум месяца на три. Консервы, крупы, масло, растительные и прочее. Актуальны всегда, не только сейчас. Всегда держу запас. И однажды, когда лет 7 назад столкнулся с личным финансовым кризисом, меня очень выручили эти продукты. Поэтому как сейчас будет, непонятно. Всегда держите в уме, что все может поменяться в один миг. Так что, может быть, продукты будут для кого-то актуальны. Длительного хранения наперед закупить. Главное, чтобы не испортилось. Все лекарства для жизни с длинным сроком годности. Качественную бытовую химию. Необходимую одежду, обувь, электронику. Все предметы длительного пользования. Все будет актуально. И вот еще Кузьма Кузьмин предлагает. Небольшой дом с независимым отоплением и водоснабжением. Плюс продукты длительного хранения. Качественная одежда и обувь. Запас медикаментов. Разрешенное оружие. Например, Сайга 12. Наличная валюта и лом золота. Согласовать заранее место встречи с друзьями и родственниками. На случай эвакуации и беспорядков. И рюкзак самым необходимым. Если живете в квартире и вам нужно будет срочно эвакуироваться в дом. Вот так. Напишите, какие у вас есть мысли. Что сейчас может быть актуально. Что на что обратить внимание. Вот что попробовать использовать. Во вкус думу внесли поправки об уголовной ответственности. Внимание до 15 лет. За фейки о военных. То есть если кто-то распространяет какую-то информацию. О том, что происходит в Украине. В плане вооруженных сил действующих наших. И это не совпадает. А фейком у нас считается то, что не совпадает с трансляцией официальных телеканалов. То за это можно получить теперь 15 лет тюрьмы. Гораздо больше, чем например за убийство у нас дают. Как вы считаете? Вот интересный опрос. Тут прислали мне результаты опроса. Наши нашли. Проводит Левада центр. Который опрашивает людей. Как вы считаете, как президент Путин работает на своем посту? Скорее хорошо или скорее плохо? Зелененькая линия, которая скорее хорошо поползла вверх. Вот за последние в конце февраля. Напишите пожалуйста, согласны ли вы с этим мнением. Что президент все лучше и лучше справляется со своими обязанностями. Япония заморозит активы четырех российских банков и целого ряда олигархов. То есть видимо господину Се Чину надо волноваться в этом плане. Икея приостанавливает продажи в магазинах в России с 4 марта. Дешевая мебель из Икеи теперь будет не такой дешевой и доступной. Энергетическое агентство Европейское подготовило предложение, как сократить им импорт российского газа более чем на треть в течение аж года. Это быстро. Они предложили увеличить закупки у других партнеров, максимизировать использование атомных электростанций. И также еще и снизить потребление. Меньше тратить энергии, поощрять временную настройку терморегулятора. Сейчас средняя температура на уровне 22 градуса. Могут собственно и похолоднее пожить, ничего страшного. А зато корректировка всего лишь на 1 градус в среднем по домам уменьшит на 10 миллиардов кубометров использование электроэнергии. Ажиотажный спрос на жилье не продлится долго. Говорит Сиан, сейчас люди в панике ломанулись скупать жилье. Кто не знает, куда деть, снято из банковских депозитов деньги. Но это не продлится долго. Здесь я согласен. Это такой ажиотаж, который вот сейчас месяц-другой паники. Плюс еще кто кому повезло пока еще использовать льготные ставки по ипотеке. Там 5% семейной ипотеки, 7-9% постараются использовать. Потом это скорее всего схлынет. Российский бизнес начал корректировать расходы на фоне санкций. В частности, производители продуктов стали отказываться от акций и сокращать ассортимент. Оставлять только самое необходимое, меньше ассортимента. Но чтобы как бы фокусироваться вовремя это выпускать. Потому что проблемы сбои с поставками сырья, с поставкой упаковочных материалов. И много еще чего с чем сбои. ФАС предупредила застройщиков о недопустимости необоснованного роста цен на жилье. Могут придумать обоснование. Почему? То есть и тогда все в порядке. Что мы подняли, потому что началась военная операция. От этого взлетел курс доллара. От этого обесценился рубль. И вы подняли ставку на 20%. И так далее. Но застройщики хоть и говорят, что они будут повышать цены. Я думаю, предположу, что это вряд ли надолго. Потому что текущие высокие ставки не позволят. Ну просто очень упадет объем клиентов. Разве что им опять не ведут какую-нибудь супер льготную супер ипотеку. Дерипаска. Олег Дерипаска. Олигарх наш говорит, что Россию в ближайшее время ожидает. Жесточайший кризис. Который будет даже более тяжелый, чем 98 года. Но на самом деле действительно волна только идет еще издалека. Большинство ее даже еще пока не видят. И то, что мы видим сейчас. Рост цен на 30% на технику, например, или стройматериалы. Это действительно только первый звоночек. Потому что еще не начались проблемы с жестким дефицитом по многим позициям. Ну еще все-таки запасы на складах есть и так далее. Вот где-то через месяц, когда закончатся, ну исчерпаются основные запасы, а новых поставок не будет. А с новыми контрагентами еще не успеют договориться. Вот там будет, конечно, веселье. В целом я бы предложил ожидать, что этот год будет очень жестким, очень тяжелым. Для многих надо просто вот к этому готовиться и посмотрите наш план G, который мы делали на этот случай. План A, который такой базовый сценарий. И сценарий уже для продвинутых, как еще и постараться приумножить деньги, использовать кризис. Поскольку кризис всегда возможность в инвест-клубе. Присоединяйтесь. Я думаю, будет очень полезно. Вот кто успеет сегодня до вечера у нас действует возможность присоединиться к инвест-клубу нашему. Там очень много всего, уверен, будет полезно. Российские компании интересуются открытием счетов в китайских банках. Ну, собственно, это понятно. Сейчас будет экстренная попытка перестроиться на дружбу с Китаем более активную. Минфин предложил вкладываться в золото вместо долларов. Министр финансов Силуанов посоветовал вкладывать в золото. Поскольку это идеальная альтернатива доллару в нестабильной ситуации. Как он говорит, американская валюта волатильна. Не то, что рубль. Она подвержена разного рода рискам. Опять же, не то, что рубль. Из-за этого она не может составить достойную конкуренцию драгоценным металлам. И в свете этого они хотят отменить НДС на золото физическое. Но в этом, безусловно, есть своя логика. А правда, скорее всего, как только отменят, в первое время будет ажиотажный спрос на золото. Но, безусловно, своя правда в этом есть. И действительно, золото, как один из реальных материальных активов, сегодня может быть интересным вариантом для сбережения. Санкции повышают вероятность дефолта России по внешнему долгу. Говорит JP Morgan, потому что Россию заблокировали очень многие транзакции. Возможность, в принципе, переводить деньги. То сейчас вскоре наступают платежи по очередным облигациям у России. Но, а как переводить, непонятно. Потому что транзакции много где запрещены. Поэтому может произойти дефолт. Потому что Россия не выполнит своих обязательств. Хотя и как бы по технической причине. Но, тем не менее, будем следить. Возможно, и такой сценарий произойдет. И этого тоже нельзя исключать. Такие новости у нас сегодня. Всем удачи. Напоминаю, до вечера можно присоединиться к нашему инвест-клубу. Там много работаем. Очень много ценностей. Обучение. И обзор трендов. Закрытый чат. Почитайте, изучите под видео ссылка. Удачи.